Линейные инструменты Линейными инструментами называют линии и различные геометрические фигуры, наносящиеся на графики цен или индикаторов. В их число входят линии поддержки и сопротивления, линии тренда, а также инструменты Fibonacci, Gana и другие. Линейные инструменты в терминале объединены в меню «Вставка». И на панели инструментов «Графические инструменты». Для того, чтобы подгрузить на панель инструментов дополнительные линейные инструменты, необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на один из выбранных инструментов и выбрать «Настроить панель инструментов». Слева появятся инструменты, которые вы можете подгрузить в верхнее пиктографическое меню терминала, дважды кликнув по названию инструмента. Как вы видите, выбранные инструменты появляются в верхнем меню терминала. Итак, рассмотрим данные инструменты. Горизонтальная линия. Горизонтальная линия подходит для обозначения различных уровней, в частности уровней поддержки и сопротивления. Для нанесения объекта необходимо задать всего одну точку. Для того, чтобы подгрузить на график данный инструмент, необходимо нажать на горизонтальную линию и далее выбрать уровень. Для того, чтобы переместить горизонтальную линию, необходимо дважды щелкнуть по ней. Как видите, по краям горизонтальной линии появятся маркеры. И далее, зажав левой кнопкой мыши линию, можно переместить ее в любое место графика. Для того, чтобы изменить параметры данной линии, необходимо нажать правой кнопкой мыши на выделенную линию и выбрать свойства горизонтальной линии. В появившемся окне мы можем изменить цвет линии, стиль, толщину, задать точный параметр, а также выбрать графики, на которых будет изображена данная линия. Вертикальная линия Вертикальная линия подходит для обозначения различных границ на временной оси и сопоставления сигналов-индикаторов с динамикой цен. Чтобы нанести объект, необходимо задать одну точку. Для того, чтобы воспользоваться вертикальной линией, необходимо кликнуть на название данного инструмента и выбрать уровень, на который мы выставим данную линию. Действия, описанные для горизонтальной линии, актуальны и для вертикальной линии. То есть, для того, чтобы выделить ее, необходимо, кликнув два раза по линии, убедиться в появлении маркеров и далее перемещать ее по графику в нужную точку. Для того, чтобы зафиксировать линию, необходимо вновь кликнуть дважды по линии. Как видите, маркеры исчезли. Трендовая линия Трендовая линия помогает выявлять тенденции развития цен. Для выставления тренда следует определить две точки, через которые пройдет линия. Для того, чтобы воспользоваться данным инструментом, необходимо нажать в верхнем окне меню «Трендовая линия» и далее подгрузить ее на график. Точно так же, как и с двумя предыдущими инструментами, мы можем изменить цвет линии, стиль и размер. Для того, чтобы построить параллельные линии канала, необходимо выделить трендовую линию, нажать кнопку «Ctrl» и далее перетянуть строго параллельную линию в необходимое место графика. Как вы видите, получился своеобразный равноудаленный канал, построенный двумя абсолютно параллельными линиями. Трендовая линия по углу Трендовая линия по углу помогает выявлять тенденции развития цен. В отличие от простой трендовой линии, для построения этого инструмента необходимо указать угол. Как вы видите, строится не только трендовая линия, но также указывается угол, помогающий выбрать трейдеру определенный наклон данной линии. Циклические линии Циклические линии – это инструмент, представляющий собой ряд вертикальных линий с равными интервалами. Для того, чтобы подгрузить на график данный инструмент, необходимо выбрать на графике один цикл, равный определенному движению цены. При этом считается, что достроенные линии описывают будущие циклы. Инструмент строится по двум точкам, определяющим длину единичного интервала. Точно так же, как и предыдущие инструменты, для того, чтобы убрать этот инструмент из графика, необходимо дважды кликнуть по нему и нажать кнопку Delete. Канал линейной регрессии Канал линейной регрессии Строится на основе тренда линейной регрессии, который представляет собой простую линию, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов. Как вы видите, в результате, эта линия оказывается точной средней линией изменяющейся цены. Ее можно рассматривать как линию равновесной цены, а любое отклонение от нее, вверх или вниз, указывает на повышенную активность покупателей или продавцов. Канал стандартных отклонений Инструмент канал стандартных отклонений похож на канал линейной регрессии. И строится он на основе линии тренда, построенной между двумя точками на ценовом графике, точно так же методом наименьших квадратов. Для того, чтобы изменить параметры этого инструмента, необходимо дважды кликнуть на линию, которая находится между двумя линиями канала, и нажать правой кнопкой мыши, далее выбрать свойства. Как и с предыдущими инструментами, мы можем изменить тип, а так же цвет данного инструмента. Как уже было сказано, канал стандартных отклонений состоит из двух параллельных линий, равноудаленных вверх и вниз от тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно по величине стандартного отклонения цены закрытия от линии регрессии. Все ценовые изменения происходят в рамках канала. Где нижняя граница играет роль линии поддержки, а верхняя – линии сопротивления. Обычно цены не выходят за границы канала. Если же они остаются за пределами канала дольше обычного, это предвещает возможность разворота тенденции. Для того, чтобы продолжить движение данного инструмента на графике, достаточно растянуть его. Как вы видите, получатся совершенно новые линии поддержки и сопротивления. Еще один похожий инструмент – это равноудаленный канал. Равноудаленный канал представляет собой две параллельные трендовые линии, которые соединяют крайние максимальные и минимальные цены закрытия. Рыночная цена скачет, вырисовывая пики и впадины. Формируя канал по направлению тренда, мы заранее можем получать информацию об изменении возможного направления тренда, что позволяет оценить возможный доход или потери.